МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для аварийности лестничного марша башня была закрыта в 2007 году, а к ее ремонту приступили только в 2015. И вот, спустя 8 лет, башня обозрения снова принимает посетителей. Одними из первых после ее реконструкции увидели наши корреспонденты. И сейчас на прямой связи со студией находится наш репортер Вероника Степанова. Вероника, вам слово. Добрый день, Дарья! Окончание реконструкции башни обозрения – это действительно долгожданное событие. Чтобы провести ремонт сооружения, рабочим понадобилось полгода. Из бюджета на эти цели было выделено полтора миллиарда белорусских рублей. Впрочем, главное, что башня всецело изменилась. В ней установили новую лестницу, пожарную сигнализацию, увеличили смотровую площадку и освежили фасад. Как выглядит сооружение внутри, знает мой коллега Кирилл Фролов. Как раз сейчас он поднимается по винтовой лестнице. Сто-вторая, сто-третья, сто-четвертая, сто-пятая, сто-шестая ступенька. А дышка замучила не по-детски. А это только половина пути. Всего на этой лестнице 204 ступени. Раньше приходилось подниматься наверх в кромешной темноте. А сейчас тут работает освещение. В принципе, добавить больше нечего. Дальше я не пойду. Наверху находится мой коллега-корреспондент Игорь Зобов. Он единственный из съемочной бригады, кто поднялся на смотровую башню. Видимо, Игорь сильно устал. Попробуем выйти с ним на связь. Игорь, вставайте. Вставайте же, Игорь. Игорь, зарплату выдали. Слышишь? Уже на карточке. А? Что? Зарплату? Наконец-то Игорь вышел с нами на связь. Игорь, расскажите, что случилось? Понимаете, Дарья, последнее, что я помню, это свет. В конце длинного узкого туннеля он становится все ярче и ярче. Площадка смотровой башни была расширена. Она находится на высоте 42 метров. Здесь установлены новые ограждения и стеклянный купол. Сделано это для того, чтобы даже в самый ненастный день ничто не могло помешать насладиться великолепными пейзажами Гомеля. У меня все. Дарья? Спасибо, Игорь. Будьте осторожнее во время спуска. А я напомню, что на прямой связи со студией были наши корреспонденты. Игорь Зобов, Вероника Степанова и Кирилл Фролов. Да, подготовка и производство новостей – очень сложный технологический процесс. Случиться может все, что угодно. Это точно. От казусов и накладок никто не застрахован. Думаю, ребята с задачей справились. Согласна. Было очень интересно. А вот Андрей Гришков из Центрального района Гомеля и Софья Старовойтова из Кормы подготовили телезрителям полноценные информационные сюжеты. Они не только поработали перед телекамерой, но и озвучили закадровый текст. Профессионалы телеэфира помогли им овладеть интонацией и прочувствовать стиль подачи новостной информации. Давайте посмотрим, что из этого получилось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это 44-й слет-конкурс юных инспекторов дорожного движения. Организаторы обещают, что конкурс пройдет с размахом. 80 конкурсантов из Белоруссии и России подали заявку на участие. Прибытие команды Гомельской области на теплоходе, вертолет в небе над рекой и массовые танцевальные выступления. Церемония открытия слета-конкурса была красивой и масштабной. Цель мероприятия – обучение правилам дорожного движения и пропаганда здорового образа жизни. Программа конкурса на этот раз была очень обширной. Дети соревновались в мастерстве управления велосипедом, проявляли эрудицию и смекалку. Итоги конкурса будут подведены в санатории «Золотые пески», который находится на территории Гомельского района. Но на конкурсе главное не победа, а участие. Ведь знание правил и умение вести себя на дорогах – вот настоящая награда. Михаил Рабков, Андрей Гришков, телерадио «Компания Гомель». К другим темам. В немецком Дюйсбурге завершился первый этап Кубка мира по гребле на байдарках и каное. На счету представителей Гомельской области – три золотые, три серебряные и две бронзовые награды. Между тем в Гомеле соревновались будущие звезды белорусской гребли. Затем как проходила республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ на гребном канале «На Луговой» следила наш корреспондент Софья Старовойтова. Гребля – один из самых популярных видов спорта в Беларуси. Практически в каждом крупном городе созданы современные гребные базы. Детьми занимаются мастера спорта и олимпийские чемпионы. В соревнованиях, которые проходили в Гомеле, приняли участие молодые спортсмены. Всего 31 команда. На старт вышли более 300 гребцов. Соревнования проводились на трех дистанциях – 1500 и 200 метров. Как всегда, основные баталии за награды развернулись между представителями Мозыря, Гомеля, Минска и Бреста. Первое место заняли гребцы Мозырской средней школы профсоюза. Софья Старовойтова, Михаил Рабков, телерадиокомпания «Гомель». Это все на сегодня. Следите за развитием событий. Вместе с программой «Новости региона» и корреспондентами конкурса «Юная телезвезда». Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok